Да, три часа клеил и всё, коню под хвост. Коту. Чего коту? Коту под хвост. Да нет, это репортаж с ипподрома, вот именно что коню. Ого, сколько неудачных дублей. Ты не умничай, лучше мусор вынеси. 50 рублей. Сынок, это почему ж так дорого? Во-первых, инфлякция, во-вторых, сегодня очередь Анри. Я, конечно, вынесу, но я давно хотел сказать. Что? Знаете, в цивилизованных странах давно уже принято сортировать отходы. Ну, пластмасса отдельно, тряпки отдельно, пищевые отходы отдельно. Ну, это сколько ж мусорных ведер понадобится. Мать-то. Ну, макулатуру и ткань можно вместе. А нафига? Как же. Улучшается экологическая обстановка. Раз. У нас рационализируется утилизация вторсырья, макопереработка... Анри, ты с кем сейчас разговариваешь? А что? А, между прочим, об этом в газетах пишут. И вообще, ты знаешь, сколько лет разлагается полиэтиленовый пакет? Сколько? Много. Много. А в Северной Африке слыхал, что творится? Что? Спошной неурожай? Летом засуха была, а теперь плоды пожинают. Ну, какие же плоды, если засуха? И вообще, как это лето? А сейчас что? Свет. Ну, я же говорю, в Северной. Это у нас сейчас лето, а у них аккуратно зима. Замерзают. Да нет, Валь, ты всё путаешь. Если у нас в Северном тепло, то холодно с другой стороны, в Южном. Правильно. А у них всё наоборот. На Юге тепло, а на Севере холод собачий. Вон, хоть Анри своего спроси. Нет, нет, да что ты что, он очень расстроится. Это же его земляки замерзают. Нет, Анри, ни слова. Макила. Ну что, она уехала? Да, от меня в пяти минутах уехала. Ну, какие новости? Хорошие! Значит, вы считаете, что я в каждом дворе вместо одного контейнера должен поставить целых четыре? Ну, как вы не понимаете, один для стекла, один для пластика. Конечно, ткань и макулатуру можно вместе, но пищевые-то, отходы, можно же как-то... А где директива? А вот директива. Вот, и номер контактного телефона. Ноль три. Как вы догадались? Опыт. Хотите, я позвоню? По ноль три. Ну, почему ноль три? Ноль три – это номер директивы. Директива. Скажите вашей директиве, что у меня бюджет не безразмерный. До свидания. Знаете что? Я этого просто так не оставлю. Молодой человек, газетку оставили. Итак, всё просто и логично. Зелёная – трава. Трава – корм для животных. Следовательно, в зелёное ведро – пищевые отходы. Понятно? Да. А в белое? В белое ведро. В белое у нас бумага. Бумага делается из торсырья и макулатуры. Следовательно, в белое ведро – газеты и тряпки. Логично. Так, теперь я. В коричневое мы будем класть... Так, 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 так. А я думала, у нас для этого туалет в квартире имеется. Очень смешно, Женя. Андрей, объясни ему всё сначала. Зелёное ведро – для пищевых отходов. А в целлюлозу – для бумажной промышленности. Вот. Аркадий Борисович, куда бы вы это выбросили? А зачем выбрасывать? На батарею просушил и снова заварить. Какая? В коричневое. По цвету подходит. Нет, Аркадий Борисович. Номинально-то, по сути, конечно, это пищевой отход. Но в основном здесь что? Бумажный пакетик и нитка. Следовательно, в белое ведро. Понятно. А, понятно. Мать, ну-ка, иди-ка сюда. Запоминай, куда чего выбрасывать? Мам, мам, смотри, как Андрей всё здорово разложил по цветам. Смотри, как наглядно. Правильно? Правильно. Пожалуй, я всё подпишу. Наш Анри такой молодец, понемногу и нас к цивилизации приучит. Как в Африке. Как в Европе. Мы даже мусор теперь сортируем, чтобы вред природе не наносить. Ой, мне бы их забот. От всего нужно избавляться с пользой. Каждая выброшенная вещь может кому-нибудь для чего-нибудь пригодиться. Затем и сортируем. О-о-о. У меня тоже одни знакомые каждый месяц собирают одежонку старую, игрушки. По дедомам развозят? По комиссионкам. Ну нет, Андрей не такой. Он всё делает совершенно бескорыстно. Слушай, Светка, я что подумала? Так это он, может, помощь своим погорельцам затеял. Каким погорельцам? Ну этим, ну африканцам своим, ну которые от неурожая маются. А, может быть. Ну почему же он нам ничего не сказал? Ну, стесняется, наверное. Может быть, да. Он добрых дел всегда стесняется. Он скромный. Ну точно, точно. Мы же туда мусор набросали. Куда? Слушай, Марина, нужно немедленно убрать весь мусор из бёдер, который принёс вчера Андрей. Зачем? А затем, что это не то, о чём ты думаешь. Мы с Валей обо всём догадались. Да. И? Только, Андрей, ни слова. Слушай. Поэтому, если у тебя есть что-нибудь ненужное, приноси. Ненужное? Ну, не совсем ненужное. А то, что тебе уже не пригодится, другим ещё вполне подойдёт. А тебе на что? Неужели на балконе моя старая детская кроватка стоит? Не нужна мне твоя старая детская кроватка. Рано ещё. Слава богу, а я уж подумала. Вот, возьми на всякий случай. В наше время всё нужно планировать. Таня. Опять не то? Ну, а что тогда? Ты можешь выражаться яснее. Обещаешь никому не говорить? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Обещаешь? Могила. Понимаешь, мой Анри, ну, ты же его знаешь, он настоящий альтруист. Затея помощь своим землякам, которые там, сейчас, в своей Африке, голодают. Или, кажется, замерзают. Ну, в общем, мы собираем кто что может. Подумаешь, секрет. Так, только не вздумай кому-то ляпнуть. Ты же знаешь, Анри, он такой гордый. Лучше отдай что-нибудь. Ну, а что, например? Ну, я не знаю. Представь себя на их месте. Грустно. А когда грустно, ничто так не помогает, как сигаретка. Ну, вот, с тебя бог сигарет. А этот шарфик Аркадий мне подарил, когда мы отдыхали в Карпатах. К чему он мне теперь? Ну, ты же настоящий английский шерсть теперь таких не купишь. Да. Но там он теперь нужнее. Боюсь, им сейчас не до Карпат. Ну, ладно, или шарфик себе оставить, да? А отдать мамин пуховый платок? И сквозь его пуха. Свет. Ну, во всем же надо знать меру. Ну, тогда вот это старенькое пальтишко. Ой. А это что за потоп? Аркадий, выслушай нас, только серьезно. Я весь в внимании. Ты должен знать, Анри собирает вещи. Что же? А Маринка? И Марина тоже. Нет, ну, если он хочет, пускай выматывается. А Маринка здесь, у себя дома. Да ты все неправильно понял. Анри собирает вещи для своего пострадавшего от наводнения народа. Это не урожай. Какая разница? Ну, самое интересное, что он хочет сделать это втайне от нас. А у него это получилось. Ну, вот, поэтому в те контейнеры, которые стоят на кухне, мы соберем... Какие еще контейнеры? Ну, те, которые мы ошибочно приняли за мусорные ведра. А, вот к чему вся эта свистопляска-то. Ха-ха-ха, зятек, хитрец. Как же ловко все он провернул с шельма. Ну, Аркаша. Ладно, я любя, надо зятю помочь. А то он в своих контейнерах много не унесет. Я не могу держать мусор в доме до следующей недели. А запах я тоже должен утрамбовать, да? Вы у себя там чаще проветриваете, а у меня уже мусор... Что? Я сейчас повешу трубку и позвоню... Вы представляете, все наши усилия может свести на нет простая безалаберность управдома. В дворе до сих пор нет раздельных контейнеров для мусора. Да, ну... Куда теперь прикажете выносить наши отсортированные отходы? Ладно, не кипятись. Пойдем-ка я тебе тоже кое-что покажу. Знаешь, я тоже проявил заботу о природе. А ты говорил, что места нет. Теперь все поместим. Пожалуй. Сюда шмотки, пардон, вторсырье. Сюда сухпай, ну как там? Пищевые отходы. О, точно, харчи, харчи. Сюда, ну в общем, не дрейф, все разместим. Смотри, мать, сейчас же лето. Аркаш, а помнишь, ты мне обещал к зиме новую шубку? Это ж когда было? Ну вот я и подумала, что пальто мне больше не пригодится. Чего это было? Все по плану. Значит, все по плану. Светлана Алексеевна, а вы не поторопились с пальтишком? По-моему, можно его еще поносить. Ну что ты, Анри, оно уже давно вышло из моды. Ответственная съемка, рубашки все поглажены. Значит, все по плану. Что это было, Аркаш? Это ж твой единственный костюм. Ты же его после Мариночкиной свадьбы больше никогда не одевал. А у нас в доме больше невест нет. Правильно, Анри? Невест нет. Но костюмчик вам к лицу. Был. Ого, вот это супер, не промахнешься. Здравствуйте, Федор Семенович. Привет. А похоже, вы нисколько не заботитесь ни о природе, ни о ближних. А нахрена они мне нужны? Обо мне бы кто-нибудь позаботился. Как вы можете? Вокруг такое творится, а вы... Не задерживайте, девочки. А что такое творится? Я что-то пропустил? В Африке сильный неурожай. Ой, бананы не уродилось. Ничего. Без сладкого посидят. Опять вы за свои шуточки? А между тем могли бы оказать посильную помощь. Разогнался. Ну, вы же все равно это выбрасываете. А другим, может быть, и пригодилось бы. Да кого оно нужно-то? Проходите, девочки, проходите. Самому пригодится. Ну, и с чем ты теперь будешь носить свои серые туфли? Ай, черт, забыл. Сейчас принесу. Так можно с джинсами. С джинсами? Я и в кроссовках похожу. А они там что, в костюме на боссу ногу чеголять будут? Кто? Ух ты, какие ящички-то, а! Ящички что? А внутри вот. А что внутри? Ну, в Европе сейчас такое не носят. А что, в Европе такое выбрасывают? Нет, в наши бутики поставляют. А мы прямиком на вторсырье. Вот это вторсырье? Да вы что? Вон вторсырье. Из битого стекла можно сделать тротуарную плитку. Там, не знаю, кирпич какой. Не жалко. Кирпич из китайского фарфора? Не жирно. Ну, красиво, наверное. А эти нафталиновые шмотки тоже только на кирпичи годятся? Или на что там? Нет, ну из ткани можно сделать бумагу, там, не знаю, для сигарет. Кстати, ты что, курить не жила? Нет, почему? Бросила. Знаешь, я, пожалуй, готов поверить, что в квартире живет привидение. Что являлось? Да нет пока, но вчера вечером я чистил картошку. Угу. И пропали куда-то очистки. Ну, напугал. И танки на сигареты тоже. Кхе-кхе. 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 Но самое главное, что вместо очисток появилась пачка печенья и банка свиной тушенки. М-м-м, говяжий. Да? Ну, слушай, действительно. А, слушай, Анри, а вот скажи, сейчас в Северной Африке, допустим, очень холодно? Ну, градусов 35-40. Мороза? Почему мороз? Тепла. Мороза там не бывает. Подожди. Даже в самой-самой северной-северной Африке? Угу. Даже самая-самая северная Африка находится недалеко от экватора. Так что... Ага. Мама! Ну, ничего, годик-другой еще поносишь. Ну, раз теплые вещи в Африке ни к чему. А все твоя Валентина, все с ног на голову перевернула. Ну, Аркадий, ну она же из самых добрых побуждений. Вон даже носки теплые связала. Жаль, что не пригодились. Ну, ладно, мы женщины, но ты-то, ты-то... А я не географ, между прочим. И с папуасами коров не пас. Откуда мне было знать, что у них два лета в году? Жаркое лето и очень жаркое. Умея из летних вещей, выбросить-то нечего. А разве что мои старые шорты все равно на коленках протерлись. Федор Семенович, вы понимаете, дело весьма деликатное. Поэтому я прошу вас держать все в полном секрете. Могила. Я всегда знала, что на вас можно положиться. Да. Дело в том, что в Северной Африке... Не урожай. Вы уже слышали. Ну, а заморозками ананасы побило. Возможно. Нужно оказать помощь. Тем более, что речь идет о нашем соседе. Ну, вот пусть соседи и помогают. У меня на даче финики не растут. Я им что, картошки накопаю что ли? Ну, вот я, например, насушила сухариков. Еще я связала теплые носки с вышивкой. Я вышивать не умею. Ну, может быть, у вас в доме найдется что-нибудь ненужное? У меня в доме лишнего нет. Ну, тогда я рассчитываю на вашу сознательность. О нашем разговоре никому? Могила. Здрасте. Надо же, как мы прокололись насчет этих африканских морозов. Да ладно, подумаешь, ошибка. Вот когда я своего Колю Васей назвала. Колю? Ну, того, что после Юры был. А, брюнет. Нет. Брюнет Вальдемар. Так, я думаю, зимние вещи нам теперь не понадобятся. А после Вальдемара был... Таня! А я что? Я, между прочим, обо всем позаботилась. Смотри. Крем для загара. Раз. Очки солнцезащитные. Два. И вообще от сердца отрываю. Купальничек. Почти новый. Три. Танюха! Вот так, соседка, знай наших. Не просрочен? Обижаешь. Таня, а как ты думаешь, это там нужно? Думаешь, нет? Ну, ладно, пускай себе топливо загорает. Добрый вечер. Ну что ж, должен заметить, что наши старания не пропали даром. Может быть, еще что-нибудь добавить, а? Куда еще добавить? Осталось только вон, сверху самим сесть. Теперь мы должны куда-нибудь сходить. Зачем? Чтобы Анри все это смог незаметненько вынести. Нет, не так. Ты ему скажи. Анри, зятек, вынеси-ка мусор. Мы сделаем вид, что не знаем, куда он понес. А он сделает вид, что выносит мусор. Так будет даже естественнее. Ого, ничего себе у вас свалочка. Ступай, мы тут сами разберемся. Берусь все это реализовать за 50% комиссионных. Жень, ну как тебе не стыдно? Ладно, за 40. И это почти себе убыток. Правда, он даже не пошевелился. На улице до сих пор один общий мусоросборник. Я буду жаловаться. Погоди, жаловаться. Ты скажи, вот тебе, например, эти ящики нравятся? Ну, нравится. Вот вместе с ними забирай. Что? Зятек, вынеси-ка мусор. И откуда у нас столько мусора взялось? Ну, разве что с ящиками. Алло, алло, девушка. Я вам уже звонил сегодня. Насчет мусорлобака. Да-да-да-да. Дважды разговаривал с управдомом. Ну, чего сказали? Не туда попал, наверное. Да отвлекись. Прочитай газету. Вот только про отходы пропускай. Так. Вся Москва превратилась в огромную... Это мы пропускаем, пропускаем. Вот. Мошенники наладили производство подпольной водки. В качестве сырья... Ну-ка, ну-ка. Нет, это мы тоже пропускаем. Ну, а что там в мире случилось? Пожалуйста. Правительство Южной Америки озабочено ликвидацией последствий сильнейшего неурожая. Международные организации направляют... Стоп! Ну-ка, еще раз. Правительство Южной Америки... Валентина Сергеевна. Что? Валя, ты уверена, что не перепутала Северную Африку с Южной Америкой? И заметь, это даже не рядом. Ой, засиделась я у вас. У меня же борщ. У меня же борщ на плите. Анри, ну ты это... Вот это с мусором все затеял. Зачем? Так я же вам объяснял. Экология, природа, вторсырье. Понимаете? Кажется, понимаю. Боже мой. Мои осицевые платья. Мормышки. Немецкие поплавки. Всяное печенье. Шоколады одного на 300 рублей. Теперь из всего этого получатся замечательные кирпичи. Не позволю. Так, а что это у вас там? Дверь открыта, а? Мне не обеда. Что же вы, граждане, а? Жалоба на вас от управдома поступила. Непорядок. Захламили, понимаешь, весь двор. Ящики с хламом понаставили, не пройти, не проехать. Управдом? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин